всем привет с вами снова я иван сусанин давайте сегодня экспериментировать я имею ввиду как экспериментировать я хочу сегодня сходить гиду и посмотреть что вообще он может мне предложить за то что и у меня имеется и просто поговорить с ним на эту тему гид привет могу я создать что-нибудь вот из этой вот штуки я могу с вас кровавый хребет можно и заходовать призывать призывает мозг куху о я могу создать кровавый хребет а это чё это не могу да похоже это не могу странно я думал что можно нет нельзя короче порочный порошок а может быть из чего-то другого можно кроме порочного порошка это все сделать сейчас попробуем я могу призвать мост холку это нужно будет запомнить что вот при помощи вот эту порошка порочного я могу призвать мой мозг к холку но я точно знаю что из еще с помощью каких-то других вещей можно тоже призывать эту самую штуку так здесь по-моему ничего такого нету особенного да так а чё я могу вот допустим если слизняка сделать а ты мне подскажешь у меня есть слизняк ты можешь сделать суп с личинки вау круто я могу террариум сделать и могу делать суп из личинки офигительно круто но из личинок нужно разных личинок набрать да еще жучок блин интересная штука могу сделать супа но его тоже поставить никуда нельзя я вам угодно про просто использовать чтобы подождать почему я не мог открыть его фиг его знает так ай я не забрал у него этот эй гид ты куда пошел подожди а куда делась личинка пропала а вот она слизняк так ну ладно со слизняком разобрались давай может быть с кузнечиком разберемся разберемся со скорпионом с разными наживка ученика ну ладно пофиг бабочка еще разберемся короче самим такими наживками посмотрим может быть вот еще светлячок есть личинки из личинки тоже можно посмотреть скажи мне гид пожалуйста что можно создать вот допустим из этой бабочки в баночке бабы бабочку в баночке можешь только больше ничего говорить не можешь ну ладно а вот из этого светлячка тоже баночка светлячок банки больше ничего а со скорпиона скорпион в банке да чё блин ничего нового не придумаешь вот я могу опять же суп из личинок сделать опять же тоже надо на слизняк для этого ну ладно это все понятно блин только только в банке больше нигде они не могут храниться кузнечик ничего хорошего я-то надеялся что я могу с помощью них что-нибудь классно такое сделать блин опять 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 не получается почему не открывается опять сразу же фиг поймешь понятно что суп из личинки да уж личинки но нужно жукам не еще чтобы личинку это зафигачить посмотрим потом так у нас по-моему тут еще полно всяких вещей вот вот эти вот штуки хочу проверить челюсть муравья позвонок акулий плавник что можно из них вот сделать и споры джунглей потом из жала что можно делать можно делать что из костей мне вот интересно было тоже что из порванной ткани можно сделать так больше ничего такого нет а вот еще вот это по-моему вот из этого делается куху из цепочки посмотрим что можно сделать ну и пожалуй вот из этого тоже просто хочу попробовать так мне просто нужно знать такая вся подробная информация о всех вещах ну скажи мне что можно сделать из этой порванной ткани вау боевое знамя гоблинов блин можно израсходовать призывает армию гоблинов надо будет специально сделать ее но нужно блин порванная ткань немного опорная ткань это нужно убить 10 штук гоблинов да ну сколько то надо убить чтобы у меня появилась эта порванная ткань у меня пока так много нету так что будем ее потом может когда-нибудь призывать ну будем запомним это тоже что у нас можно с помощью порванной ткани можно призывать армию гоблинов споры зумбей вау травяной клинок шипастая чак чакра вау класс плюшевый хлыст хлыст классно амазонка 20 ударов в секунду кроме этого шапка джунглей а шапка джунглей она ну довольно мощно да так вот еще и рубашка джунглей 6 единиц ну да у меня как бы тоже древний нормально без него справляется но травяной клинок вы посмотрите 28 ударов ближнем бою 28 круче чем мой кровавый 8 шансов критическую принципе можно сделать до из жала я думаю что я сделаю это о хочу опять ночь к это страшно смотрите на 5 слизи налетать давайте может быть сделаем а сейчас я хочу посмотреть что можно еще и жало сделать а потом сразу же сделаю этот клинок просто прикольно так где он где 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 жало вот жало жало что могу сделать зелье шипов флакон с травой можно и заходовать а на ком при атаке оружием ближнего боя отравляет противника о классно прикольно отравлен дротик амазон который можно делать рубашка джунглей тоже ох ты пчелиная мерзость призывает королеву пчел ну-ка 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 а под об этом поподробнее че тут улей надо у меня улев нету кстати я не ни разу не находил улей а где-то же они или они чего-то делают сможет они все это делал банка меда мед блин прикольно надо будет обязательно сделать вот короче еще запомним дес погиб диас погиб это кто такой диас но он придет снова вместо него кто-то придет не на кто кто его там завалил пошли ходим туда что мне как-то это не нравится вообще откуда они тут появляются все эй вы откуда все появились тут черт бы вас побрал эти слизни она вот кого-то ждет сегодня ночью вот откуда он появился он прям просто появляется от вот неизвестно кто такой диас я не помню кто такой диас рыбак вся фигня не знаю кто такой диас не помню на самом деле вспомнить бы кто такой диск рыбак нет это же рыбак нет рыбак брамс был ладно вот откуда они появляются смотри вот они просто они из воды появляются, да, они появляются из воды с чем это связано что они появляются из воды хрен его знать, ладно, короче, займемся другим делом, пошли к гиду гид, короче, гид я срочно от тебя требую, во, прямо там, смотри появляется, пикни а что такое пикни, 150 у нее жизни, 150 у пикни жизни, вау, ну-ка пошли туда, короче, я пошел разбираться с этим пикни, кто такой пикни, ты че, крутой парень, что ли, эй пикни че с него, че с него выпадешь вау, я че-то, золото мешалка в розовом че? розовый гель, пригучий и сладкий кто такой пикни, блин че ты, блин, откуда ты тут взялся о, заяц, 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 золотой золотой заяц, бежит, золотой заяц ааа, быстрее, золотой заяц быстрее, 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 быстрее золотой заяц, я хочу поймать его, я хочу 10 золотых с него получить ааа, давай быстрее, золотой заяц давай, 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 ловись, ловись, ловись ловись мне в сети ееее, кролик золотой а ты простой кролик? я поймал золотого кролика и можно сразу его продать я сейчас его сразу же продаю здорова я хочу тебе продать золотого кролика вот сколько денег у меня целых 10 золотых, офигительно пошли наверх пикни х это новый какой-то враг да у нас был особенный пикни кто бы мог подумать 11 золотых уже 33 так я что-то от вас так и не услышал все-таки что значит сейф и для чего он нужен слушал слушал и не услышал ни от кого может кто-то из вас подскажет все-таки у меня есть прыгучая осветляющая палочка прикольно можно же красный розовый факел делать не но мы пока не будем делать это мы сейчас спросим что значит в этот розовый гель для нашего гида вид здорово я хочу спросить тебя что можно делать в рамочи с помощью розового геля розовый гелевый краситель можно зелье восстановления 80 здоровья бомбочки всякие можно наделать так это что коктейль молотова можно зафигачить но это надо l делается в кружке а еще он делается не так много вариантов конечно но все равно интересно 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 так ты хотел еще посмотреть я хотел еще посмотреть так а ну я хотел сделать кое-что да я хотел сделать этот меч офигенный с помощью гелий с помощью чё так долго ночи нет пошли пошли короче делать себе этот офиген хочу я падаю лучше я упал спрашиваться давай здесь делаем этот меч офигенный вот я тут крутые вы ребята нет нет слабенький я вот самого крутого из вас и зафигачил вот чем он меньше тем у него больше жизни что ли получается непонятно шлоу как вас много-то кто-то кто-то все свои гелевый дождь идет вот в чем причина то я думаю что случилось то оказывается начался гелевый дождь и он продолжаешь уже давно давно так что будем сегодняшнюю ночь переживать именно гелевым дождем 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 так вот эту штуку можно разместить будет сейчас где-нибудь тут возле дома не знаю а вот сюда вот помещу во так вот и сразу же сразу же сразу видите сколько у меня много зельев лечения так что пока зелим лечения подождем мне хотелось сразу же сейчас сделать супер супер оружие офигенное оружие для этого нужно подойти к верстаку или не верстак может быть и не верстак может быть это нужно было делать на наковальне да на наковальне это все делается короче я делаю тебе супер меч и теперь с помощью его я буду фигачить всех подряд ну-ка вау офигенный меч крутой большой намного больше чем этот который был вот смотри сколько гелей тут посидеть их колбас на сколько денег напирают только пока пока только манивить маленький 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 гады маленькие маленькие нормально все получилось классно просто великолепна все получается пока блин жаль только кто-то умер из моих мультиве трав не помню кто не понял на самом деле кто просто просто не понял кто так хочу где у меня тележка тележка на месте да по моему да по моему вагонетка на месте так давайте продолжим наше обучение просто интересно так надо куда-то разложить вещи кое-какие я сез взял серп чтоб на всякий случай ну короче трава из травы и сена собирать надо будет тоже попробовать просто интересно будет тоже по своей сути побахнуть всех монетки 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 так ладно что будем разлаживать потихоньку будем разлаживать все споры ну давай может споры уберем пока сюда раз я с ними больше не буду жала жала я спросил что можно сделать но пока больше ничего пойдем гиду опять спросим что я могу еще сделать гид привет у меня есть еще много ингредиентов с которых можно кое-что сделать ты мне не подскажешь что я могу сделать из акулевого плавника ты можешь делать мега акулу 25 и нафига на безумно быстрая скорость слабое отбрасывание вот это процентный шанс сэкономить боеприпасы старший брат мини акула что он для этого нужно мини акула а просто мини акула нужна вау 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 сейчас пробудился король с линией короче давай 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 вот он вот он вот он гад еще и тем дети все равно зафигачу час а у меня убьет он меня чуть не убил пошли пошли оттуда убегаем 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 будем прятаться сейчас я его почти убил давай короля бомби его бомби блин не попадая черт не попадая у меня мана кончилась черт 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 больше не получается я короче собрать половину не могу надо срочно где-то в сундук положить ей мы зафигачили его так че я с него взял так ладно пока с линии сюда уберем че еще можем собрать и убрать да что ты едят пока уберем че еще берем вот это уберем вот это уберем там что-то осталось по-любому там целая куча еще всего осталось вот да еще и меч этот шапка лежит я еще тоже возьму все о смотри у меня этот эдмонд такой же фигня и фигачится как я сам подожди 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 эдмонд липкое седло еще одно седло прикольно так и акулы короче блин мы так не успели посмотреть что можно сделать из акулы свинцовая руда ухты круто слизнявый круг кошка слизневый так ну-ка подожди 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 я еще хочу посмотреть в спорванной ткани мы тоже уже смотрели она пока лежит здесь там еще кое-что осталось надо быстрее забирать пока она не пропала все капюшон ниндзя ну я уже такой собирал однажды так что это второй раз ладно мы продолжим сейчас наше исследование как-то странно получилось да не ожидал я такое что король слизней опять прибудет второй раз уже я получил липкое седло так ну-ка подожди а у нас был 1 липкое седло и отвердитель тоже у меня один есть уже стоит для создания объекта я не знаю давайте пока его разместим ну куда-нибудь опять на крыше на какой у нас есть место да вот один здесь находится день на на бане что ли а вот тут вот на этом доме я сейчас зафигача еще один отвердитель зачем он нужен пока пока мне это не надо видимо наверное наверное пока мне это не надо тем не менее я спрашиваю у вас ребята но третье уже отвердитель на самом деле у меня 3 3 отвердителя спрашиваю вас какие рецепты вы можете мне предложить вот как раз время пришло сейчас для того чтобы узнать узнать от вас какие рецепты можно платинова руда это наверное все выпало все из этого из этого парня так плате руда надо где-то наверху уложить на вода платиновая руда есть на плате но так можно можно будет применить кроме этого кроме этого у меня уже слизни девать некуда гель слизневый офигительно много так все денег насобирал целую кучу так где-то у меня что-то тут еще был из руды какая-то особая руда была только что а вот свинцовая руда она у меня тоже не попадалось ни разу давай может сейчас попробуем сделать из свинцовой руды из платиновой руды какие-нибудь вещи ну-ка подожди у меня есть свинцовый платиновая руда так с платиновой руды сколько можно делать один один слиток с платиновой руды хорошо вольфрамовая платина 2 уже слиток у меня по счету и тут где там нас еще есть платиного руда суда. А вот свинцовую руду. Свинцовую руду сейчас тоже попробуем что-нибудь сделать. Так, вот он, да. Три штуки. Три свинцовой руды я создал. Потом будем, может быть, из этого что-то делать еще. Я еще точно не знаю, что мы будем делать, но что-нибудь будем делать. Так, остальные вещи надо как-то разложить. У меня сундуков много новых, так что вот это липкое седло, может, его надо призывать съездового слизня. У меня же такая же, да? Короче, надо продать эту штуку. Я сейчас продам. Я все буду продавать, вот, фицу. О, подожди, нет. Я лучше Мерсеру продам. Мерсер, ты где? Новый торговец к нам пришел в гости. Так, давай поищем, где он. Гид. Гид пошел в столовую хавать. Ха-ха. Прикольно, да? Офигительно прикольно. Пошел отдохнуть в столовой. Похавать. Так, а тут, смотри, там целая куча, похоже, вещей, которые я могу собрать. Точно. Офигительно все. Так, где у нас торговец? Торговец, новый торговец, который пришел к нам в гости. Вот он. Эй, привет, Фитц. Эээ, как тебе? Мерсер. Ой. Эээ, вам нужно два пенни фаркинга. Пусть будет один по рукам. Ух ты! Цыганский плащ. Зебровая кожа. Секундомер есть. Леопардовая кожа. Офигеть. Эээ, древесина такой, краскопульт. Краскопульт? У меня же не было краскопульта, по-моему, да? Или есть? У меня кисточка, по-моему, краскопульта. От 10 золотых. Ну, нафиг. Я лучше себе куплю, может, цыганский плащ. А для чего он? Эээ, а я могу его сюда же, опять же, нацепить на себя? Аксессуары одежды. Эээ, красная лакитка и какой-нибудь цыганский плащ. Могу, да? Не, нифига не могу. А как его, куда его можно надеть? А, вот сюда вот. А сколько он дает чего? Два защиты, мало. Зря я его купил, наверное. Так, давайте продадим вот эту штуку. 5 золотых. Во, отлично. Так, и можем купить зебровую кожу. На всякий случай купим это все. Вот, зебровую кожу одну. И леопарду. Я у гида спрошу, кстати, заодно, что мне это даст. Все. Спасибо тебе. Можешь быть свободен. Пошли к гиду. Так, гид, 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 гид. Ты нам поможешь. Так, у нас там есть... Надо еще манекенов наделать, потому что манекенов вещей много, а манекенов как бы... Вот еще одна. Шапка-капюшон. Так, вот эту штуку тоже можно куда-нибудь разместить. Здесь не повешаешь, здесь не повешаешь. Вот сюда вот можно повешать. Ух, как много у меня этих флагов всех. Так, леопардовая кожа. Ну-ка. А что гид-то ушел отсюда? Он же живет здесь, да, получается? Нет? Эй, он переехал. Гид, ты жил же у меня здесь, по-моему, а не в столовой. Он в столовую перебрался, такой умный. Начал жить там. Ты гонишь, что ли? Эй, Коул. Коул! Привет, я к тебе пообщаться пришел. Еще. Эээ, создание предмета. Вот для чего мне нужна леопардовая кожа? Нет, он мне не скажет. А тогда, может, ты мне скажешь, для чего мне нужна зебровая кожа? Нет. Зебровая кожа можно разместить. А, ее можно разместить, как это, как трофей. Хо-хо, прикольно, смотри. Офигительно, а. В каком-нибудь доме себе зафигачим леопардовая кожа. Большая такая. Сейчас что-нибудь придумаем. Где-нибудь в доме, да? Зафигачим такие две штуки. Так, цыганский плащ. Ну, просто пусть лежит у нас. Так, а что я могу сделать вот рыбы-бомбы? Нифига не могу сделать. Ладно, давай про другого спросим. Кристаллманы. Нифига. Ладно. Так. Призыватель. Челюсть муравья льва. О, я могу сделать песчаная пушка. 30 единиц урона в дальнем бою. Офигительно. Для этого нужно нелегальные части оружия. У меня есть парень, который продает нелегальные части оружия. Для этого нужно еще будет топаз. Ого, 5 топазов. Ну, где я столько камней наберу? Да. И можно сделать горное зелье. А как его делать? Мерцающий камень. У меня мерцающих камней, по-моему, ни одного нет. Ладно. Будем знать. Спасибо тебе за информацию. А что могу из свинцовой руды сделать? Ого. Зелье железной кожи. И, конечно, свинцовый слиток. Ну, это понятно, само собой. Так. Что у нас еще имеется? Так. А, позвонок, позвонок, да. Из позвонка можно сделать... Вот. Из позвонка можно сделать было кровавый хребет. Но тут для него нужно 30 порочных порошков. Офигеть. 30 порочных порошков. И 15 позвонков, чтобы сделать. А это что? Механизм. Механический червь. Еще один. Эссенция ночи. Так. А вот где взять эту эссенцию? Я не знаю. Может, вы мне подскажете, где создается это боевое зелье? Где создается эссенция? Как ее можно сделать? Эссенцию ночи. Я пока этого всего не знаю. Но мне было бы интересно знать. Так. Значит, мы с вами можем сделать кровавый хребет. Именно используя при помощи 30 порочных порошков. Ну, блин, как-то мало. Много. То есть, наоборот. Так. А ну-ка, давай-ка сходим обратно. Узнаем сейчас точно. Что-то какой-то прогон тут получился. Как-то странно. Все это вышло. Потому что чувствую, что я вроде бы за другие качества получал... Мог получить за меньшие траты. Так. Вот это вот все сюда. Это сюда. За меньшие траты, по-моему, я мог получить. Эээ... Так. И за что же я мог получить? Я что-то не помню. А! Порочный порошок. У меня же был он. Ну-ка. Или его надо действительно 30 штук, чтобы... Подожди, а где у меня этот самый порочный порошок? В золотом сундуке. Охрен-то там. А у меня, кстати, топазов... Нет, нету. Ни одного. Топаза. А где же у меня... Этот самый... Этот самый... Ушел сегодня опять ночью. А то... Стремно так. Ты что тут делаешь, а? Эй, парень. Мне просто интересно. Какого хрена ты тут... Тусуешься? Это подходящее жилье. Это подходящее жилье. Странно. Все живут в местах, а он что-то тут... Он просто отсюда выбраться не может из столовки. Наверное, точно. Как-то забрался сюда, Коку. Эээ, дай... Коул. Дай-ка мне знать, что... Странствующий старой... Мерсер ушел. Ладно, пофиг на тебе. Так, я хотел еще про акулу лучше узнать, да? Я могу сделать... Эээ... Зелье охотника. Промощь... С помощью... Но опять же, нужны мини-акула и... Эссенция могущества. Вот тоже... Как... Как делается эссенция могущества? Хрен его знает. Так, это все примерно ясно. Зелье... Хождение по воде можно. Ну, в принципе, мне это ни к чему. Эти зелья... У меня есть более серьезные. Вещи. Так, ну-ка. А, порочный порошок. Да, 30 надо. Надо 30... 30 порочных порошков. Для того, чтобы сделать... Призвать... Эээ... Ну, надо будет купить. В следующий раз, когда придет торговец. Нам просто не забыть бы. Чтобы купить, надо еще 25 порочных порошков. И тогда я себе сделаю призыватель. Прикольная штука. Почему нет-то? Так, кроме этого, что еще у нас есть? Ну, я, конечно, об этом все забуду. Базара нет. Все очень просто, очень быстро забудется у меня. Я это все не запомню. Так, что у нас тут еще есть? Из того, что я не... Так, из дерева. Из дерева можно делать... Ух, сколько... Смотри, разноцветные костры. Просто красота. Это что такое? Платформа из живого дерева. Прикольно. Стена из живого леса. Вообще офигительная. А вот это что такое? Деревянная мойка! Блин! Я же могу делать... А как ее делать? Сколько из нее? Из восьми... Деревянная мойка! Вау! Круто! Я могу... Пианино! Книжный шкаф. Так, подожди. Пианино. Книжки нужны. Книжки нужны! А это что такое? Подожди. Книжки нужны. А вот это что такое? Кость. Кости у меня нету, котей. Но книжную полку я сделать могу. И мойку, между прочим. Ага, ведро воды. Надо, короче, ведро воды. Для того, чтобы сделать мойку. Не забыть, да? Ведро воды. Воды наполнить. И сделать книжный шкафчик. Прикольно, блин. Много всего, чего я даже и забыл, что можно сделать. На самом деле сделать можно. Так, это все мы делать умели. Умеем и будем уметь. Это что такое? Часы из живого дерева. Не, не надо. Дверь из живого дерева. Да, не хочу я. Пианино из живого дерева. Да, прикольно, да? Смотрится. Ванна из живого дерева. Свеча из живого дерева. Ну, много чего, да? У диван красивый тоже. Вот, боевое знамя гоблинов. Оно делается довольно сложно, да? 10 надо порванной ткани. Ну, то есть, 10 этих парней нужно убить. Для того, чтобы все это получилось. Это все из дерева делается, да? Я как-то не обращал внимания, что это все можно делать из дерева. Офигительно, много материалов всяких. Так, а что я могу делать из линзы? Я помню, что... Вот как вот делать призыватель... Надо же какой-то, по-моему... Призывать глаз к хуху. Его надо же, вы говорили, по-моему, где-то надо на алтаре делать. Так, блин, плохо. Плохо то, что... Зелье лучника. О, а вот как вот механический глаз призывает близнецов? Как вот сделать вот эти вот эссенции? Блин, я не знаю. Пока я этого делать не умею. Как же это все делается? И с помощью чего? А, у меня же кости есть! Ёлки-палки! А что я делал, чтобы с помощью кости было? Так, у меня вон целая куча костей. Ну-ка, подожди, вот давай переместим сюда. Посмотрим, что мы можем сделать. Костяная платформа. Не, не надо. Череп, не надо. Пианино! Во! Пианино, пианино. Точно, пианино. Пианино! Для того, чтобы сделать пианино, нужно как бы книжки. Сейчас я возьму книжки и сделаю сразу пианино. Пианино и книжную полку. Пианино из северного дерева. Не, не надо. Разно, короче. Пианино можно делать из простого. Воу! Мраморная пианино. Прикольно. Какое? Марсианская пианино. Прикольно. А из чего есть марсианская? Марсианское изоляционное покрытие. Блин, прикольная штука, а? Это все разные пианино. Вообще разные абсолютно. Это что? Костяная стена. Ну ладно. Костяной сундук. Красиво, конечно. Но это все ни к чему. Костяной книжный шкаф. Блин, прикольно. Так-то смотрится красиво, да? Костяная пианино. Накрошлем. Некрогрудник. Почему-то шесть максимум, да? Механический череп. О! Механический череп. Опять же, эссенции. Вот самое главное сейчас мне знать от вас, узнать, как же все-таки делаются вот эти вот. Эссенции. С помощью чего их можно зафигачить? Просто мне интересно знать от вас. Так, подожди. А с книжками что еще можно сделать? Надо проверить, где у меня книжки лежат. Книжки у меня, по-моему, лежат в золотом сундуке, да? Если я не ошибаюсь. Да, вот они. О, целая куча их. Леопардовая. Так, а леопардовую куда-нибудь могу разместить? Вот, например, вот эта девушка давно уже ждет что-нибудь хорошее. Не, не получится, наверное. Фиг там. Не получается. Короче, давай переместим немножко. Может, вот эту штуку уберем вообще? Фонарь вот эта. У нее люстра нормальная. И ей красивую леопардовую эту заделаем. А, мешает кое-что все равно. Блин, не влазит она. Ну, не влазит. Ничего я не могу для тебя сделать. Извините, может быть, поменьше будет зебровая кожа? А нифига не меньше, такая же здоровая. Увы! Не могу ничего сделать для вас, мисс. Так, может быть, тогда давай в многоэтажке это разместим сразу. И пойдем делать пианино. Пианино в столовке? Ну, нет. Не в столовке надо пианино делать. Так. Во, где-нибудь здесь, да? Зафигачи на каком-нибудь этаже из верхних. Не на первом, а на самом. А куда-нибудь вот тут вот. Закрыл. Все. Окно. Можно как-то перевернуть, что ли? Нет. Перевернуть, наверное, нельзя. А, и почему-то не размещается она, к тому же. А, вот все. Окно перекрыл. Так, ну а вот леопарда, допустим, где-нибудь на другом участке, в другом доме. Просто разнообразим немножко наше жилье. Сделать красиво. Делать просто замечательно. Чтобы разные комнаты были. Чтобы не было очень похожего всего. Вот, вот тут будет леопардовая кожа. Так, пойдем спросим у гида, что делать с книжками можно. О, гид ушел. Накушался. Пошел домой. Гид, 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 наш, наш гид Коул. Здорово, гид Коул. Я опять к тебе. Мне нужно узнать, что можно делать из книжек. Вау, пианино. Вообще абсолютно разное. Так, это что у нас? Книжный шкаф из мрачного дерева. Ну, да. То есть, книжные шкафы можно делать. И пианино. Вот основной такой книжный шкаф родовой. Разно, разноцветных, красивых можно, медовая пианино. А где у меня мед? У меня есть мед? А, нет, у меня мед, да нет. То есть, если я добуду мед, а когда я добуду мед, я еще не знаю. Значит, я здесь могу сделать тыквенное пианино. Ха-ха, прикольно. Это пианино из плоти. Ой, фу. Костяной книжный шкаф. Так, ну давай, все-таки, дерево будем нормальное, такие пианино делать. Так, для этого нам надо... Давайте сразу же сейчас приготовим немножко себе интересного инструмента. Так, наверное, все-таки на лесопилке это все делается. Так. Вот, шкаф. Есть, книжный шкаф. Я бы все-таки, наверное, костяной лучше сделал. Блин, была бы такая возможность костяной сделать. Кости-то я с собой таскаю. Почему-то не получается. Не знаю, почему я не могу сделать костяной пианино. Может, нужна костяная или кость. Из кости где-то может в другом месте делается, а? Что-то хрен его знает, где она может делать. Так, ну-ка, давай попробуем. На наковальне, может. Нет? Нет. Может, здесь? На верстаке? Из кости? Нет, нельзя. Никак нельзя. Так. Ну, ладно, что, давай делать деревянное пианино. Такое уж, какое уж есть, такое уж есть, что. Подумаешь. Деревянное пианино. Разве это плохо? Красиво все равно выглядит. Вот. Пианино мы... А кто у нас музыкант? У нас семьи музыканты. Ладно, рыбак, ты будешь у нас пока музыкантов в ближайшем времени. Пускай у тебя будет стоит пианино. Стоять. А вот, что насчет книжные. Кто же книжки-то больше всего любит? Я даже не знаю, кто больше всего любит книжки. У меня нет таких людей, которые бы любили книжки. У меня нет библиотекарей. В моем доме. Ну, давай, книжки... Вот где... Где место шамана, мы там как раз, наверное, и сделаем. Шам... Комната шамана. Так, вот я ее назову. Вот тут вот делаем классно. Так, а что мы можем сделать? Никого не призываемся. Никто не призывается. Никто не хочет появиться. Пофиг. Так что, пока я с толком-то, я и не могу сделать ни одного, не призвать ни одного. Надо будет где-то взять все-таки. Может быть, эссенции кто-то придает из этих вот? Эдмон, ты не продаешь эссенции? Кто продает эссенции? Вот, сейф у него, да? За 20 золотых. Я не хочу покупать. Не знаю, потому что что можно сделать с сейфом, а? Подскажите мне, пожалуйста. Для чего сейф? Я знаю, что копилка нужна для того, чтобы деньги отовсюду можно было покупать, продавать. А сейф разные вещи надевать, что ли? Не знаю, как она тут. Так, это нитки, иголки и всякая другая дребедень. Нет, это лечит. Короче, надо всех торговцев спросить. Все-таки кто-то, может, мне подскажет. Этот квест дает. Пианино не действует никак. Ты что можешь дать? Нет, у нее тоже не то. Маляр. Ну, Маляр, откуда у Маляра? Маляра только обои. У Маляра, у Маляра. Где же все-таки мне взять... Так, вспомнить, может... Так, у тебя я спрашивал, да, уже? Да, у тебя нету. У тебя нету, у тебя нету. У Фитца тоже нету. Магазин. У нее не порочный, у нее очищенный порошок, наоборот. Блин. Короче, надо 25 порочных порошков. У тебя? У кого я видел порочные порошки? Ну-ка. Черт, не у него. А кто у нас еще есть жители, кого я не обратил внимания? У нас есть с оружием, который... Юрист, есть у тебя? Блин, у него бомбы. Черт. Кто же у нас живет? Я помню, что тут у нас никто не живет. Вот тут вот, в дереве жил парниша один. Вот он. Оружейник Брамс. Так, рыбак. Черт, нету. Это просто торговец приходил. Надо будет следующего торговца, который принесет мне вот этот порочный порошок. Еще 20 будет заказать этих порочных порошков, кроме всего прочего. Так, что я еще хотел продемонстрировать, хотел проверить. В общем-то, все тут другое, это я проверил уже. А, вот, железной цепи. Скажи мне, что можно делать из железной цепи, помимо того, что я знаю. Да, создание вещей. Вот, с помощью железной цепи. Вау! Светильник в виде сердца. Это сердечко надо. Ну, только люстры, да? Одни сплошные люстры. А, кстати, вот это я... Нет, это ничего не делал. Так, интересно. Лесопилка? Лесопилка, да. Лесопилка, да. Вот это я делал стеклянную люстру. Люстры, дофига делается из них. Свечай из плоти. Фу, как страшно. И что, больше ничего такого? Хлыст, крюк-кошка. Так, ладно. Короче, больше ничего не придумал. Из этого только лиана больше нифига не делал. Витая лиана, то есть. Я имел ввиду. Ну, а так, всё, по-моему, я тут всё уже обошёл. Вот из этого, что ещё можно делать? О! Вот что надо было. Превосходное зелье маны. 300 маны добавляет. Зелье оригинации маны на 7 секунд. А это зелье магической силы. Так, ладно. Давай тогда посмотрим в других сундуках. Может быть. Квак. Квак. Что у нас есть такое? Что можно было бы попробовать? Вот, ведро с водой я могу уже применить, да? Я уже забыл, что я там делал с помощью этого ведра. Помню, что-то что-то было. Но не помню, где. Кстати, я забыл, где у меня эта линза. По-моему, в каком-то озере лежит. Я её спрятал там. Линза лежит в озере. Так, вот это сюда положим. И всё остальное как бы расложим по полочкам. Ну, тут больше ничего такого нету, да? Особенного. А, книжки ещё тут. Прикольно. Я делал себе пианино. К сожалению, я на нём играть не могу. Пока. Так, есть зелья. Целая куча зелий лишних. Которые насобирал просто чему этих зелий. Так, может спросить у меня, что из банки. Ну, из банки только зелья делается. Больше ничего. Может быть, знать, из какого зелья можно сделать какой-нибудь там суперсверх какой-нибудь это... Такое эссенцию. Ну-ка, давай спросим у него. Может, я узнаю всё-таки, как же делается эссенция сам. Создание. Можно сделать из этого эссенцию. Ага, фиг там чё. Вообще ничего не даёт. Ну, ладно. Бог с тобой. Не хочешь разговаривать, не хочешь говорить об этом. Не говори, чё я тебя буду заставлять, что ли? Правильно. Да, надо будет обязательно найти нужные ингредиенты, чтобы наконец-то призвать всех этих монстров потихонечку. Будем начать уже призывать, да? Будет прикольно. Ну, по крайней мере, сейчас определились. Хотя, половину из тех вещей, которые я с вами сегодня наблюдал, я забуду. И даже, может, не половину, а больше, чем половину, почти всё забуду. Тем не менее, может, вы подскажете что-то ещё дополнительно, кроме этого всего. Так, а чё у меня тут? А, вот такой же, да? Слизнивый крюк кошка. Его тоже можно продать, кстати. Зачем мне второй слизнивый крюк кошка? Ну, вот, цыганский плащ. Странно, зачем я купил, да? Тем более, что непонятно, чему он мне нужен. Я им пользоваться-то, наверное, никогда не буду. А может, и буду когда-нибудь. Но только когда, неизвестно. Так. Ну, всё, пожалуй, да? Давай посмотрим по домам. Может быть, где-то есть ещё что-нибудь такое особенное, что я мог бы использовать. Так, ты чё, у тебя бомбы только, да? У него ещё есть и это, ещё и это есть. Много бомбов тут лежит у меня. Фух. Так, ладно. Здесь всё проверили, здесь всё посмотрели. Пойдём, сходим, может быть, ещё сюда. А, из паутины, да? Хотелось бы проверить, что ещё можно делать или нет. Так, вот тут вот посмотрим, что у него. Так, ну тут, в общем-то... О, из облака. Мне просто интересно знать, что из облака можно зафигачить. Так, и... Ну и, пожалуй, всё. Эти металлы... Я примерно знаю, что из них можно делать. Ну, может, кроме свинцового. Сейчас попробуем свинцовый ещё посмотреть. Вот из этого вообще ничего нельзя сделать. Из этого тоже ничего толком нельзя сделать. Вот тут ещё, по-моему, было у меня место, что можно найти что-нибудь. Ну-ка. Так, из этого. Вот из ткани что можно сделать. И из паутины. Вот это мне интересно. А остальное... А, у меня есть, да? Краскопульт. Хорошо, что я не покупил новый краскопульт, потому что у меня более мощный, более крутой краскопульт уже имеется. Блин, жаль, я не умею играть на фортепиано. Ну, было бы прикольно. Итак, последняя наша сегодняшняя проверка. Расскажи мне, гид, что можно сделать из облака? Облачная стена. Ха-ха, прикольно. Из облака облачная стена делается. Вообще фиги, свинцо. Свинец. Фонарный столб можно делать из свинца. Люк. А почему? А, он как этот, как идет, как железный слиток, точно так же, да? Сундук из пальмового дерева. Ну, то есть, все можно делать из того же, само... То есть, неважно, какой это материал, металл. Главное, что он металл. И в любом случае он пригодится. Все, прям... Вот, красивый сундук. Стимпакт сундук. Прикольно, красиво смотрится. Сколько он стоит, хоть? Из восьми кактусов и двух железных скелетков. Да, прикольно. Стимпак. Сундук. Надо будет тоже как-нибудь попробовать. Так, это что такое? Жуткие часы. Вау. Сундук из плоти. Класс. Офигительно. Так-то смотрится, да? Это все. Можно разнообразить свои... А это что такое? Огнемет! Блин, надо огнемет сделать. Только где... Опять же нужна эссенция ужаса. Где набрать эссенцию? Знаете что? Вы можете мне подсказать, это будет очень важно. Но я думаю, может быть, все-таки эти эссенции, они выпадают из боссов? А? Ну, я еще раз говорю, я жду ваших ответов сегодня. Так, еще кое-что я хочу. Последнее. Подожди. Создание предметов. Вот из этого что можно делать? Оу. Некроботинки. А у меня сколько? От ботинок толку? Два. Ух ты. Крутые ботинки. Опять защита. Кость. Давай-ка мы кость и делаем себе супер ботинки. Они гораздо круче, чем мои. Я буду сейчас сразу сделаю, нафиг. Не отходя от кассы. А где она делается все? На кузнице? На наковальне? Некроботинки. Вот они, да? Некроботинки. Некронагрудник 6. Ну, эти все 6-5, это как, в принципе, у меня уже есть, да? Ну, а вот ботиночки, да. Ботиночки-то я себе сделаю. Круто. Теперь у меня 23 защиты. Теперь я мощный парень вообще. Офигительно мощный. Так. Кроме этого, что у меня еще есть? Все. Остальное. А, ткань. Еще есть ткани. Я хотел посмотреть. Напоследок уже. Самым-самым последним делом у гида спросим. Скажи-ка мне, гид, что мы можем сделать из ткани. Вау. Охренеть. Всего наделать можно, да? Шелковую веревку можно наделать. Коктейли молотова тоже из них можно зафигачить. Целую кучу. Что для этого нужно? Только дерево. О, нифига себе. Круто. Так, ну, разные кровати, разные диваны. Кровати и диваны, в основном, да? Кровати, диваны, кровати, диваны, кровати, диваны. Ну, и, конечно же, еще знамя. Вот эти вот синий, желтый, красный, зеленый. Я не знаю, для чего именно. Шляпа героя. Просто одет. Рубашка героя. Штаны героя. Смукинг. Хо-хо, я могу смокинг себе зафигачить. Вот, кстати, было бы неплохо, да? Что для этого нужно для смокинга? 20 тканей для смокинга. И брюки еще к смокингу. Так, 20. И это 20. А, тут еще нитки нужны. Ну, да, смокинг можно... У меня же есть цилиндр, да? Если вы не забыли. Так что можно это все сделать. Общитину платья. Общитину шляпа разбойника. Ох ты, трон. А трон из золота идет. Блин, а вот если я трон себе зафигачиваю, а? Хе-хе-хе. Крутой трон. Испорченный подарок. Призывает морозную луну. Опять, вы видите, нужна... Так, экстоплазма. Я не знаю, где ее взять. И нужна эссенция. Ужаса. Так что, жду от вас ответы на... Ой, я думаю, что такое дождь пошел. Ну, ладно. Пошел дождь, а мы с вами сегодня прощаемся. Я еще посмотрю сейчас, есть ли у меня 30 золота, чтобы сделать себе супертрон. Блин, прикольно было бы, а? Зафигачить себе трон королевский. Так, подожди, где у меня у нас золото? О, да! Да! Да, ребята, да! Золотой трон! Охренительно это будет. Золотой трон! Размещу себе. Кстати, где... На наковальне делается, да, он? Нет. А где он делается? Черт. На наковальне не получается. А, он делается на этом. На лесопилке, по-любому. Фига, 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 да? Нифига. Значит, золотой трон где-то делается в другом месте. А где делается тогда золотой трон, если тут нифига нигде не делается? Так, ну-ка, давай попробуем тогда, может, на ткацком станке, что ли? На ткацком-то вряд ли, конечно же. Золотой трон можно тут придумать. Так. Ну, какие еще варианты? Где делается трон? Если он не делается на лесопилке, то я просто не представляю, где можно делать трон тогда, в этом случае. Непонятно. Может, на печке? На печке. Как можно на печке делать трон? Скажите вы? Да, я соглашусь с вами, все-таки. Это глупо. Пытаться делать на печке какой-то там трон. Так, ладно. Трон. Ну, научимся. Конечно же, научимся в свое время, как же делается все-таки этот трон. Сделаем все. Поставим в комнату офигительный трончик. И все будет у нас замечательным. Сегодня я с вами прощаюсь. Эта серия была познавательная, так сказать. И от вас я жду также ответы на свои вопросы, которые я вам задавал, что мне все-таки нужно знать до конца, как и что можно делать еще особенное такое. Можно из своих предметов можно сделать такое классное, которое у нас имеется из этих предметов, я имею ввиду. Что-то я, может быть, не заметил, может быть, что-то пропустил. Но, тем не менее, сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых серий. Пока, ребят. Пока.